Всем привет, друзья! В Советском Союзе слово «трактор» означало не только сельскохозяйственную машину, но и что-то большее. Он был чуть ли не главным помощником человека в борьбе с необузданной целиной, и всегда люди выходили победителями. Трактора в основном делились на те, что работали в сельском хозяйстве, и те, которые были задействованы в строительстве. И сегодня речь пойдет о необычных тракторах. А теперь давайте подпишемся на канал тех, кто еще не подписан, и нажмем на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И мы начинаем! Этот трактор был разработан в начале 90-х годов на Минском тракторном заводе. Если быть точным, это тракторное универсальное шасси под названием ШУ-356. Машина была предназначена для работы с различным навесным оборудованием, а также для перевозки грузов. Шасси было сконструировано на двух осях с передними управляемыми колесами и колесной формулой 4х4. Двигатель был дизельным, состоявшим из четырех цилиндров и располагал мощностью 81 лошадиную силу. Трансмиссия 9-ступенчатая механическая. Скорость движения, которую максимально развивал трактор вперед, равнялась 50 км в час, а при езде назад 9 км в час. Грузопоемность навесного оборудования, что переднего, что заднего, выдерживает вес в 1 тонну. Масса универсального шасси 5 тонн. Машина имела достаточно небольшие габаритные размеры, а именно длину 5 метров 40 сантиметров, высоту 2 метра 60 сантиметров и ширину 2 метра 30 сантиметров. Радиус разворота шасси 5 метров. Трактор также использовали для уборки снега, мусора и даже тушения пожаров. Минские инженеры создали очень хорошую полезную машину, которая выручала многие службы ни в одной ситуации. Если вы сталкивались с универсальным шасси ШУ-356, оставляйте свой комментарий под видео. Автогрейдер это специальная самоходная машина для строительных работ, для выравнивания и планировки грунта на стройплощадке при помощи специального отвала и рыхлителя, а также для других специфических работ. Обычно автогрейдеры делают на специальном шасси с шестью колесами и задним расположением двигателя. Это грейдеры тяжелого и среднего класса. А вот грейдеры легкого класса могут промышленно изготавливаться на базе обычных колесных тракторов. Легкие грейдеры на базе колесных тракторов МТЗ Беларусь производятся с 1996 года в городе Брянске, на Родицком машиностроительном заводе Ирмаш. Первоначально на заводе выпускали самоходные грейдеры ДЗ-201 на базе колесного заднеприводного трактора МТЗ-80. Родицкий машиностроительный завод имеет очень давнюю историю. Построен он был еще в 1752 году как Родицкий железоделательный завод. В 19 веке завод выпускал различные оборудования для сельскохозяйственных работ, а в начале 20 века стал крупным производителем железнодорожных вагонов. После революции 1917 года завод был национализирован, а в 1951 году был перепрофилирован для производства специальной строительной техники. И с 1964 года стал называться Брянский завод ирегационных машин. Легкий автогрейдер ГС-1008 – это гибрид полноприводного колесного трактора МТЗМ со специальной грейдерной рамой и отвалом. На грейдер на базе трактора МТЗ Беларусь-82 установлен дизельный четырехцилиндровый двигатель Д243 мощностью 80 л.с. Кроме того, заводом выпускаются автогрейдеры на базе и более мощных тракторов МТЗМ Беларусь-892 и Беларусь-92ПМ мощностью 90 и 86 л.с. соответственно. Трактор и грейдер оснащаются механической коробкой передач с понижающим редуктором или механической восьмискоростной коробкой передач с реверсом. Как дополнительное оборудование на грейдер устанавливается рыхлитель шириной 1 метр 80 сантиметров и с глубиной рыхления 150 мм. Кроме того, на трактор грейдер Родицкого завода может устанавливаться специальная задняя щетка шириной 1 метр 80 сантиметров для выполнения коммунальных работ. Вот такую уникальную в своем классе легкую универсальную машину на базе тракторов МТЗ производят в Брянске. Если вы работали на грейдере производства Брянского завода, напишите в комментариях свое мнение о нем. Как известно, тракторная промышленность была одна из основных в Советском Союзе. Эти машины были одними из самых востребованных в те годы, их участие требовалось везде. Стройки, народное хозяйство, сельское хозяйство, прокладка дорог и многое другое. Поэтому по отношению к сегодняшнему дню их моделей было достаточно много, их постоянно модернизировали. Одним из таких тракторов был МТЗ-50, выпускавшийся тогда на тракторном заводе в городе Минск. Первые экземпляры этой модели стали сходить с конвейеров в 1957 году. И трактор быстро получил популярность среди пользователей и стал расходиться по всему СССР. Но мало кто знает, что была модификация этого трактора, которая называлась МТЗ-50Х. МТЗ-50Х прошел все эксплуатационные испытания в 1963 году, а к массовому выпуску его подготовили только лишь в 1969 году. Трактор был предназначен для работы в хлопководческой деятельности, то есть для уборки хлопчатника. Особенность этого трактора была его переднее колесо. Оно было либо одно, либо два сдвоенных маленьких. Еще одним отличием был высокий клиренс трактора. Подвергся изменения и узел конечных передач, в который были добавлены редукторы. Трактор МТЗ-50Х выпускался 8 лет и завершилось оно в 1977 году. Про этот редкий трактор не очень много информации, но модель достойна, чтобы осветить ее для большой аудитории. В 2014 году известный завод сельскохозяйственного машиностроения Гомсельмаш, который находится в городе Гомель, Республики Беларусь, разработал новую специальную машину хлопкоуборочный комбайн ХМП 1.8. Индекс ХМП расшифровывается как хлопкоуборочная машина полунавесная. Для сбора хлопка сырца из раскрытых коробочек, а цифра обозначает ширину захвата 1 метр 80 сантиметров. Хлопкоуборочная машина агрегатируется со специальным колесным трактором Беларусь 80Х, производства Минского тракторного завода. При этом на тракторе снимается переднее управляемое колесом. На трехколесный трактор Беларусь 80Х устанавливается дизельный атмосферный двигатель D243 объемом 4,7 литра. Двигатель агрегатируется с механической коробкой передач с понижающим редуктором, который удваивает количество скоростей. Управляемые колеса хлопкоуборочная машина ХМП 1.8 задние с гидроусилителем. При этом минимальный радиус поворота составляет 6 метров. Привод рабочих органов машины производится от вала отбора мощности трактора. Подъем, выгрузка и опускание бункера обеспечивается гидросистемой трактора. Машина ХМП 1.8 оснащается специальными кустоподъемниками, что обеспечивает качественный срез кустов хлопчатника. После срезки коробочек хлопка они попадают в специальный барабано-шпиндельный аппарат, где сам хлопок отделяется от растения. После этого очищенный хлопок воздушным потоком вентиляторов направляется через приемные камеры и воздуховоды в специальный бункер. В заключении отметим, что после завершения полевых испытаний в 2015 году в Средней Азии Гомсельмаш заключил контракты на поставку ХМП 1.8 не только в бывшие Среднеазиатские республики Советского Союза, но и в страны Африки, которые также выращивают хлопок. МТЗ-80 – это универсальный дизельный трактор, выпускался с 1972 года на Минском тракторном заводе, пришедший на смену МТЗ-50 и закрепившийся на долгие годы в народном хозяйстве. МТЗ-80 выпускался в различных модификациях – полноприводные версии белоруса с малой и большой кабиной, также были модификации для работ в лесном хозяйстве и для возделывания хлопка. МТЗ-80К – полноприводный крутосклонный трактор. Его особенности – широкая колея задней и передней оси, но максимальная устойчивость на склонах этим не добиться, поэтому инженеры придумали интереснейшую подвеску для трактора. Привод задней оси полностью модернизирован, он стал раздельным на качающихся рычагах. Передача крутящего момента на колесах происходила за счет цепей, а передок сделали проще – добавили дополнительные тяги для стабилизации подвески. Особый интерес вызывает то, что на тракторе устанавливалась автоматическая система стабилизации при помощи гидравлики и также система стабилизации для навесного оборудования. Был изменен механизм рулевого управления. Работа была возможна на уклонах до 20 градусов. При таких значительных доработках МТЗ-80К полностью соответствовал функционалу базового трактора. Ну и бонусом, в этом экзотическом транспортном средстве внешне уже ничего не напоминает о базовом сельскохозяйственном тракторе, хотя по ряду агрегатов это по-прежнему трактор. Такие специальные подземные автобусы Минский тракторный завод выпускает в небольших количествах по заказу Беларусь-Калия. А на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно делитесь с друзьями и пишите комментарии. Вступайте в группу ВКонтакте, ссылка в описании. Всем пока и до новых роликов.